Едем дальше. Очень интересно слушать предпринимателей. Очень интересно. Почему? Они гораздо все равно гибче, чем мы. Они рискуют собственными деньгами. Они конкурируют. Один из лучших алгоритмов искусственного интеллекта, который у Ильи в обороте находится, это алгоритм Цельс. Я занимался этим проектом, и мы вначале внедряли иностранные решения. И как же грело сердце, что иностранные решения потихоньку-то они все и отвалились. Они не смогли выдержать борьбу за качество, а наша российская компания Цельс оказалась одним из лучших алгоритмов. А потом, когда мы начали открывать ССК, я пришел и увидел операционную. Огромные красивые экраны, где вся информация хирургу высвечивается. Я думаю, блин, наши сколько денег потратили и купили ту швейцарскую технологию, которую мы где-то видели на выставке. А оказалось, что это компания Medical Visual System из Питера. И они сами делают. Питерская компания интегрировалась со всем оборудованием и сделала на мировом уровне операционную. И как же я удивился, готовясь к этой сессии, когда я узнал, что это эти обе компании и еще некоторые крутые компании, в них вложился фонд, наш российский фонд, один и тот же, Camoflow. Поэтому слово предоставляется партнеру этого фонда, руководителю этого фонда, Евгению Борисову, который расскажет, какие слова про них. Это видение, чутье, энтузиазм. То есть, как получается так, что вы находите такие жемчужинки. И куда дальше вы планируете это все пойдет, потому что куда вы дальше рискнете и вложите свои деньги. Что еще мы увидим в ближайшее время и, возможно, вы как раз имеете право быть визионерами и глядите еще дальше, может быть, 10-10 плюс лет. Что нас ожидает? Спасибо. Давайте попробую так начать, если будет работать. Обойдусь без микрофона. Но на самом деле, Дмитрий, большое спасибо за такую преамбулу, что не приходится самого себя представлять. На самом деле, ты упомянул, когда мы открывали эту сессию, что мы один из выживших фондов в России. Но это действительно так. Мы российский фонд, мы выживший российский фонд. Но я бы не сказал, что это какая-то ошибка выжившего. Я, наоборот, считаю, что мы находимся в нужном месте в нужное время. Почему? Потому что мы 10 лет инвестируем в инновации в России. И последние два года это то время, когда мы впервые почувствовали себя бенефициарами происходящих изменений. Вот даже твои примеры насчет Цельса, насчет МВС и других наших портфельных компаний. Когда мы 5-7 лет назад приходили, не обязательно говорю про медицину, про любую отрасль. Металлургия, строительство с нашими инновационными разработками, с нашими портфельными компаниями говорили. Посмотрите, возьмите, проанализируйте, протестируйте, сделайте КСДФ. В ответ мы слышали всегда один и тот же ответ. Да, здорово, русский левша блоху подковал, но вы понимаете, есть Бош, есть Сименс, есть запятая, запятая, запятая. И как бы мы не можем рисковать, мы большой бизнес, мы вообще тут не полигон для экспериментов. А сейчас мы видим, что действительно мышление поменялось, и действительно российский рынок, российские потребители, они стали более открытыми к тому, чтобы внедрять российские инновации. И на самом деле это вдвойне важно. Почему? Потому что начиная здесь в России, получая такой лаунч, поддержку, мы с нашими портфельными компаниями идем за рубеж, и Цельсия, МВС и другие наши компании экспортируют свою продукцию. То есть мы действительно конкурируем на внешних рынках. Да, наверное, пока мы не можем конкурировать на зрелых рынках, в Европе, в Штатах, тем более конъюнктуры неблагоприятны, но мы конкурируем в Мене, мы конкурируем в Азии. И это на самом деле именно благодаря тому, что мы получили поддержку и первых клиентов здесь, в России. А теперь я вот всегда у инвесторов спрашиваю, ну какие инсайты, во что проинвестировать, что взлетит. Ну это, конечно, такой вопрос очень двоякий, потому что, по идее, я должен знать на него ответ, но на самом деле я сам тот человек, который чаще всего этот вопрос задает. Задает вам, задает врачебному сообществу, задает экспертам, задает инженерам, задает разработчикам и старается услышать на него ответ. Но я постараюсь как бы ответить, как мы сейчас видим здравоохранение будущего, медицину будущего. Но вот на наш взгляд, сейчас мы действительно переживаем серьезнейшую трансформацию отрасли. На самом деле Дмитрий, вот он, к сожалению, уже убежал, но его кейс, он просто образцово-показательный. Можно брать и сразу там в любом учебнике пропечатывать то, как меняется современная медицина. Здесь есть несколько важных моментов. Я бы выделил три. Во-первых, мы под медициной, да, мы активный инвестор здравоохранения, наверное, один из наиболее активных сейчас в России, но при этом мы понимаем сферу человеческого здоровья или, как принято говорить, life science очень широко. Мы понимаем, что сегодня твое здоровье – это не только, собственно говоря, ургентная медицина, когда полмал руку, починил, выписался и пошел дальше жить и работать. Нет, это твой лайфстайл, это твой образ мысли, это твой образ поведения. И сюда в медицину, в здравоохранение мы включаем и ЗОЖ, и фитнес, и даже более широко твой образ твоих активностей и твой mental health, то есть целый набор твоего образа поведения. Более того, когда мы видим, как, например, осуществляется реформа медицинской системы на разовных рынках, например, в ЕС, мы видим, как радикально смещается фокус на скрининг и превент. Мы говорим о том, что нужно предотвратить болезнь, предупредить ее, сделать профилактику, а еще лучше скорректировать образ жизни, и это тоже медицина. Поэтому, когда спрашивают про тренды, куда вы идете, мы говорим, что да, мы инвестируем, мы будем инвестировать в российские медицинские проекты, но очень широко, в том числе включая те проекты, которые помогают человеку не прийти в больницу, не обратиться за помощью и не записаться через чудесный ЮМИАС на помощь к врачу. Это первый, наверное, фундаментальный тренд, того, что рамки очень сильно расширяются. Второй момент, это, безусловно, тотальная кастомизация и персонализация. Все мы понимаем, что у нас второй эпидемиологический переход, у нас старение населения, у нас дифференциация заболеваемости. То есть, на самом деле, сейчас стандартная система здравоохранения, стандартная поликлиника и обычные врачи, они встречаются с гораздо более пестрой картиной, с более пестрым набором диагнозов, чем еще даже 20-30 лет назад, а тем более 50. При этом фундаментально системы медицинские создавались и проектировались 50-70 лет назад, еще, по сути, до Второй мировой войны. Соответственно, о чем мы говорим? О том, что ассистенты, в том числе на основе искусства интеллекта, должны прийти в жизнь каждого человека и очень персонально ввести его, собирая его персональные данные. И здесь тоже очень важный момент. Вот мы много говорим про искусственный интеллект. Я, кстати, обратил внимание, неважно, среда гуманитарии, математики, практики, теоретики, всегда искусственный интеллект — это как сакральное заклинание. Вот искусственный интеллект, что это такое? Какая-то магическая формула. На самом деле это же очень простой набор алгоритмов, который всего лишь некоторые паттерны выявляет и помогает, даже, ну, вот хороший термин — поддержка, поддерживает принятие решений, даже не помогает его принять. Соответственно, задача вот этой персонализации, кастомизации — это сбор данных, сбор из разных-разных-разных источников. Это вот та задача, тот тренд, который мы видим и в который мы, как инвесторы, верим. Надо собирать все источники. Есть совершенно замечательный пример ЕМИАСа, который концентрирует большую дату. Это огромное конкурентное преимущество проектов московских, российских, и что они могут получать информацию из ЕМИАСа и в целом от цифрового здравоохранения. Но есть еще большой набор источников данных — это и генетика, и наши wearables, наши гаджеты, которые мы носим и так далее, и так далее. И вот будущее за тем, чтобы все эти данные аккумулировать, собрать и делать реально очень кастомизированные, предиктивные модели. Это второй большой тренд. Ну и третий тренд, на который мы смотрим, это, безусловно, все то, что связано с аддитивкой, с применением, в том числе, 3D-печати в донорских, в имплантологии, в остальных вещах. Ну, очевидно, поскольку происходит старение населения, то есть количество травматологических кейсов будет больше. Это вот тот тренд, который мы видим. Она должна на него отвечать, в том числе и через дизабилити. Вот три такие большие вещи мы видим. А в завершении вот такого визионерского блока, что бы я хотел сказать? На самом деле, да, там отчасти можно поддержать критику Дмитрия в адрес российского здравоохранения, отчасти можно с ней поспорить, но вот давайте вспомним наш Цельс. Почему мы проинвестировали в компанию Цельс? Почему мы вообще ее увидели? На самом деле только потому, что Москва решила провести эксперимент. Не было бы эксперимента, не было бы этой сделки, не было бы лидера рынка, который сейчас поставляет свои решения в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в Африку. Вот преимущество наше, почему мы находимся здесь и сейчас. Где наша доля с Ильей вообще? Мы не понимаем. Ну как? Это же импакт, да? Доля ваша в удовольствии. Это шутка. Нет, конечно, не удовольствие, а, наверное, я же перешел из коммерческой компании в государство, именно потому, что здесь действительно ты максимально приближаешься к... ты можешь повлиять на результат. И ты понимаешь, если ты не сделаешь эту прокладку, то кто ее сделает, да? То есть все мы привыкли говорить, там, чиновники плохие или еще что-то. Так вы придите, если вы хороший человек, придите сюда, занимайтесь с нами этими проектами. Вот с Ильей Александровичем в 6 утра вставайте, езжайте на оружейный переулок и делайте, да? Правильно. Для удовольствия, правильно? Все, для удовольствия. Ну так вот, я просто о чем говорю, что на самом деле огромный апсайд, огромное преимущество, там, русских инвесторов, венчурных инвесторов в том, что Москва сама по себе и здравоохранение, это тот блок, который однозначно подтверждает этот тезис, это невероятный полигон, где ты можешь портировать, тестировать самые безумные, самые, там, какие-то crazy идеи. И если они получают отклик, получают заказчика, не обязательно B2B, там, или B2G, B2C в том числе, ты сразу с ними стреляешь. Ну, известный тезис, что там, каждый, там, второй единорог в Штатах, это единорог, который просто работает в Сан-Франциско. Даже не выходит за пределы, не нужно, там все его потребители. Так вот, в России есть свой Сан-Франциско, это Москва, и это очень здорово, да? Это огромное конкурентное преимущество, потому что, например, европейские страны этого лишены. Это вот второй мой там важный тезис, и, там, почему мы считаем, что сейчас, там, самое время для инвестиций в медицину. Ну, и завершить, там, свой спич, я бы хотел, опять же, там, апеллируя к тому, о чем говорил Дмитрий, дело в том, что, когда мы говорим в целом про такие передовые инвестиции, инвестиции on the edge, венчурные инвестиции, мы все-таки должны быть очень серьезными консерваторами. С чем мы сталкиваемся? И, опять же, это не только касается медицины, вот очень правильно, на самом деле, Илья сказал, что мы, в первую очередь, должны руководствоваться принципом «не навреди», очень аккуратно имплементировать инновации. Вот наша задача, как инвестора, не просто увидеть классных инженеров, классные алгоритмы и просто обалденную презентацию, где все растет, все внедряют, а прийти за реальными юз-кейсами и долго, выверенным, иногда месяцами, проверять внедряемость этой истории, внедряемость искусства интеллекта, генеративных моделей и так далее. И вот, как бы, самое важное в моменте этой проверки – это наличие квалифицированного заказчика. Если у тебя в стране, в городе есть квалифицированный заказчик, ты, как инвестор, валидируешь свою инвестицию. Если его нет, это поисковая история. И как бы, как тут всем говорят, spray and pray, инвестируй и молись. И вот наличие этого квалифицированного заказчика, мне кажется, это основной результат той деятельности, той реформы комплексным управлением Москве, которую мы реально бенефициарем. Вот на этой такой позитивной ноте, чуть-чуть оспаривая тезисы Дмитрия, я бы, наверное, свою часть хотел завершить и передать слово следующим спикерам. Благодарю. Игра. Продолжение следует...